В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе отметили День знаний. Открыл свои двери для учеников новый корпус Бутовской школы номер 2. Мечтала пойти в школу. Я очень хотела туда идти, потому что никогда не была в школе. Видновская дирекция киносети отметила 55-летний юбилей. МАУК ВДК – это настоящий сплав опыта, молодости и оптимизма. Сегодня по всей стране раскрыли свои двери учебные заведения. Произошло это и в Ленинском городском округе. И если ребятам постарше не впервой переступать школьный порог, то для первоклассников бесспорно 1 сентября – один из самых волнительных дней в жизни. С ребятами и родителями пообщалась наша съемочная группа. В нынешнем году в Ленинском городском округе более 26 тысяч детей пойдут в общеобразовательные школы. Из них 3,5 тысячи первоклассников. Лопатинская школа – одна из самых молодых в округе. Ей чуть больше года, но и одна из крупнейших. В нынешнем сентябре за парты здесь сядут около 1300 детей. Несмотря на сохранение особого режима, все же принято решение проводить торжественные линейки для первоклассников. Причем каждый класс персонально поздравляют педагоги и родители и представитель руководства муниципалитета, зачитывающий официальный адрес главы Ленинского городского округа. Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители, примите самые теплые сердечные поздравления с Днем Знаний и началом нового учебного года. День Знаний – праздник особый, близкий каждому из нас. Педагогам и родителям желаю терпения, оптимизма, счастья и гордости за успехи своих детей. Алексей Петрович Спаский. Всего в нынешнем году Лопатинская школа примет 8 первых классов. Здесь сделают свои первые шаги во взрослую самостоятельную жизнь порядка 230 маленьких жителей микрорайонов, государев, дом и видный город. Школа – это не только учеба, ребята. Это целый, очень-очень серьезный отрезок вашей жизни. Это то время, которое позволит стать вам взрослыми, сильными, умными. В отличие от Лопатинской, видновская школа номер 4 – одна из старейших в городском округе. Она открылась в 1962 году. Здесь в 3 первых класса идут в общей сложности около 100 первоклассников. Многие из находящихся здесь родителей сами заканчивали это учебное заведение, а теперь приводят сюда своих детей. Волнуемся очень, конечно. В третий раз это очень чувствительно пойти в третий класс. То есть на первый раз мы были сами, второй раз у нас была старшая девочка, а теперь младшая. Прошедший год из-за пандемии коронавирусной инфекции оказался не очень удачным как для школьников, так и для родителей. Как показала многочисленная практика, дистанционное обучение стало непростым испытанием для участников образовательного процесса. Прошлый год для всех, для нас был очень сложный. Но будем с оптимизмом смотреть в будущее и надеяться, что этот учебный год сложится по-другому. Естественно, что в самих учебных заведениях соблюдаются максимальные меры предосторожности. Будем надеяться, что у сегодняшних первоклассников все же будет полноценный учебный процесс с посещением школы, ответами у доски и живым общением с учителем. Максим Козлов, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В День знаний впервые распахнул свои двери для учащихся новый корпус Бутовской школы номер 2. В этом году торжественная линейка прошла только для первоклассников. На праздничном мероприятии, посвященном открытию учебного заведения, побывала наша съемочная группа. Первый школьный звонок прозвучал сегодня для учащихся второго корпуса Бутовской школы номер 2. Новое трехэтажное здание учебного заведения расположено в деревне Дрожжино. Поздравить детей с началом учебного года приехал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Я хочу пожелать, чтобы эти мальчишки и девчонки, которые сегодня первый раз переступят порог школ, они влились в эту дружную многоголосую семью, научились учиться, нашли здесь новых друзей. Но 11-ти классикам, которых, к сожалению, по объективным обстоятельствам сегодня с нами нет, я пожелаю провести еще один напряженный, насыщенный год и на радость учителям, на радость своим родителям, самим себе успешно сдать выпускные экзамены. Торжественная линейка прошла для трех первых классов. Для них этот день особенно волнительный. Сегодня они впервые сядут за парту. Мечтала пойти в школу. Я очень хотела туда идти, потому что никогда не была в школе. Школа – это праздник даже. Я думаю, что в школе меня ждут пятерки и радость. Мне так хотелось туда пойти, внутрь. Я очень математику и окружающий мир люблю. Мама и папа волновались не меньше, чем сами дети. Ведь день, когда ребенок впервые пошел в школу, навсегда остается в памяти всех родителей. Волнительно как и для ребенка, так и для родителей. Но мы безумно рады, что мы попали в новую школу. Все равно это положительные эмоции. Новая школа, новые знания, новые впечатления. В новом образовательном учреждении трудится штат из 35 опытных педагогов. Элла Балабанова, классный руководитель первого Эль-класса, признается, что главное в ее работе – найти подход к каждому ребенку. Сегодня мои дети первый раз пойдут в школу. Их 35 человек, очень много. Но я надеюсь, что у нас все получится, потому что они огромные молодцы. В такой школе грех не учиться хорошо. Я так думаю. В Бутовской школе номер 2 сформирован 21 класс. Всего 1 сентября отправились получать новые знания 579 юных жителей микрорайона. Школа наша хороша, скажу без лишних слов. Здесь поработала душа отличных мастеров. А мы сегодня, 1 сентября 2020 года, распахнем свои двери для 85 классов, 2810 обучающихся. Мы по-прежнему остаемся одной из самых больших школ в Московской области. За 4 года школа стала самым настоящим культурным центром. И я думаю, что вам, дорогие первоклассники, найдется всегда дело по душе. После торжественной части всех пригласили на небольшую экскурсию по школе. Гостям показали спортивный зал, где будут проходить уроки физкультуры. Также посетили образовательный центр «Точка роста», расположенный в библиотеке. Он разделен на четыре зоны. Технологии, информатика, ОБЖ, зона кворкинга, включающая шахматную гостиную и медиазону. Были представлены образцы и пособия для занятий по робототехнике. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Видное ТВ. 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Ленинском городском округе за прошедшую неделю. Таким образом, по состоянию на 31 августа количество заболевших в муниципалитете составило 2408 человек. Стационар инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов по данным пресс-службе ВРКБ на прошлой неделе поступило 62 человека. Из них 8 жителей Ленинского городского округа. Всего же лечение там проходит 135 пациентов, из них 24 – жители нашего муниципалитета. Амбулаторно лечится 355 человек. Число выздоровевших пациентов за прошедшую неделю также увеличилось и в общей сложности составило 1990 человек. Медики по-прежнему просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. В Ленинском городском округе продолжается сезон ремонта дорог и придомовых территорий. Сейчас комплексное благоустройство идет на улице Школьная. Новое асфальтовое покрытие, детские площадки. Что еще здесь изменится и когда завершатся работы, узнал наш корреспондент Юлия Поготьян. Масштабная территория вокруг 11 домов по улице Школьная в скором времени преобразится. Ремонтные работы по благоустройству придомовой территории находятся в завершающей стадии. Сейчас рабочие укладывают асфальт, уже заменили все бордюрные камни, создали дополнительное парковочное пространство, установили новые столбы освещения. Дворы станут светлыми и аккуратными. Здесь мы уже благоустроим не просто двор, а благоустроим уже микрорайон. Соответственно, на данном этапе будет уложено около 7 тысяч квадратных метров нового асфальта бетона. Устроено в этом микрорайоне 4 новых детских площадки, 4 новых спортивных площадки. И реконструировано существующие. Также на территории вокруг домов от 55-го до 73-го добавят пешеходные дорожки. Их тоже асфальтируют. Где требуются, отремонтируют входные группы подъездов, установят лавки и урны. А здесь, возле 53-го дома, появится первая в городе бомбинтонная площадка. Территорию уже асфальтировали. Осталось нанести разметку и установить сетку. Новые детские площадки почти готовы принимать юных гостей. Осталось только положить прорезиненное покрытие. Все игровые элементы установлены. Приятно, когда город красивый. И дети будут рады. Есть где теперь гулять им, да, играть? Есть где гулять, где гулять. Площадки детские особенности. Просто замечательно. А то, знаете, как они отлазают под окнами и в окна. А потом вырастают, с ними не справишься с детьми. А это площадочки, пожалуйста, они на них играют. Местные жители выходят со своими пожеланиями. Говорят, сейчас в их дворе не везде есть удобный сход между тротуаром и проезжей частью. В таких местах необходимо сделать понижение бордюра. Приходится ногу высоко задирать, вот на коленках после операции. А там вот так не сделано. И очень болезненно довольно-таки. Вот пожелание такое, чтобы это обязательно было учтено. Основные работы планируется завершить в течение трех-четырех дней. После того, как уложат асфальт, здесь начнется этап зачистки территории. Нанесение разметки, установка дорожных знаков, озеленение. Сотрудники Дорсервиса постарались сохранить максимальное количество зеленых насаждений, но дополнительно еще посадят новые кустарники. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Елена Коршелева. Видно этого. Нынешний год, 55-летие города Видное, является знаковым и для видновской дирекции киносети. Ведь она его ровесник. Под ее руководством находятся еще два юбиляра. Своё 35-летие отметил кинотеатр «Искра» и четверть века назад появился наш телеканал. Окунуться в атмосферу праздника мы предлагаем и вам. Смотрите наш следующий сюжет. На один вечер зал кинотеатра «Искра» погрузился в атмосферу сельского клуба. И обстановка советских времен не случайна. Ведь именно тогда, в 1965 году, вместе с образованием Ленинского района, появилась видновская дирекция киносети. А спустя ровно 20 лет в муниципалитете закончилось строительство кинотеатра в городе Видное. В 1977 году мы начали строительство этого кинотеатра. Строили мы его долго, 8 лет. В 1985 мы его закончили. И строительство проходило с определенными трудностями. Был такой момент, когда хотели прекратить строительство кинотеатра. Владимир Степанович Меньшов в то время отстоял своё детище. Спустя ещё 10 лет после открытия дверей кинотеатра в районе появилось кабельное телевидение. Некоторые из нынешних его сотрудников не подозревали, что когда-то станут журналистами. Но судьба привела их на Видное ТВ, и здесь они чувствуют себя, как рыба в воде. А значит, нашли своё дело. Я думаю, что сейчас я уже, наверное, не променяю ни на что другое. Потому что, ну как говорится, да, как лётчик говорит, что ты умеешь. Умею летать или не летать? Вот то же самое, я умею писать. И вот в холле кинотеатра собрались три юбиляра. Видное ТВ, сама «Искра» и объединившая всех дирекция киносети. Поздравить их пришло немало гостей. Люди, стоявшие у истоков создания организации, бывшие и нынешние сотрудники и, конечно, её друзья. Провести концерт доверили ведущим телеканала. Для меня это какой-то новый опыт. Поэтому здесь, естественно, есть разница. Немного здесь надо работать вживую, нежели читать сухлёра. Много добрых слов было сказано со сцены друзьями коллектива, сотрудники которого, к слову, не ушли с пустыми руками. В этот день благодарности и подарки виновникам торжества вручили глава Ленинского городского округа, депутаты муниципалитета и Московской областной думы. Это действительно родное нам учреждение. Одно из таких основополагающих, старых. Ну, старых в плане того, не возраста, а в плане задачи цели, которые она решала. Она была у истоков и шла в ногу вместе и со временем. Я думаю, что впереди у вас богатая, длинная, интересная история. Мы все вместе. Я хочу вас всех поздравить с этим тройным юбилеем. Пожелать, конечно же, новых творческих успехов. У вас очень творческая профессия, много чего можно сделать. И мира, добра, благополучия. Подошли к поздравлениям и творческие. Коллектив «Звездный вальс» радовал зрителей зажигательными танцами. Со сцены звучали песни. Не обошлось и без подарков от старых друзей, организаторов фестиваля «Братина». Мы решили подарить практически самое дорогое, что у нас есть. Первый флаг фестиваля «Братина» – наше боевое знамя. Спустя 55 лет видновская дирекция киносети стала настоящим брендом, известным не только в Ленинском городском округе, но и далеко за его пределами. На мой взгляд, сегодня МАУК ВДК – это настоящий сплав опыта, молодости и оптимизма. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!